Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами я, Дэнджел, из прекрасного, замечательного и солнечного Лос-Анджелеса. Сегодня и даже вчера должно было выйти второе видео о том, как правильно снять квартиру или дом в Америке, в Калифорнии, по хорошей цене, в благополучном районе. Но! Я не ожидал, что это будет такой долгий процесс. Я не хочу выкладывать видео, где я просто тупо говорю. Рассказываю вам какие-то сказки и так далее. Я хочу, чтобы вы посмотрели, убедились, мельком увидели вообще, как города выглядят и что там можно интересного найти, по каким ценам в совокупности, ну и так далее. В общем, чтобы мне этот процесс завершить хоть как-то, мне еще нужно немного времени и я не хочу, чтобы вы ждали. Поэтому сегодня я решил поговорить на такую важную тему, как правильно торговаться в Америке. Наши люди это любят, тем более южане из России. Поэтому в этом видео будет очень интересная информация. Я надеюсь, вам понравится. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. И давайте же поговорим. Дорогие друзья, я хочу вам выразить искреннюю благодарность за все, что вы делаете для меня, моего канала и моего творчества. Это просто невероятно. И я никогда в жизни не думал, что со мной может такое произойти. Благодаря вам мой музыкальный клип набрал очень много просмотров. Все натурально, никаких накруток, ботов и так далее. Спасибо вам огромное за это. Я хочу вас попросить, пожалуйста, продолжайте переходить по ссылке, смотреть, даже если вы уже это видели. И продолжайте им делиться. Потому что если в первые 2-3 недели видео не завирусилось, то нету никаких лимитов у YouTube по завирусению этому. Оно может завируситься в любой момент. Поэтому обязательно продолжайте. И этим самым вы мне очень поможете. И номер 2. Я вас очень не хочу об этом просить, но для улучшения качества канала, контента и творчества в целом, если вы нажмете на кнопку Super Thanks под этим видео, то это будет очень полезно и очень круто для развития моего канала. И в будущем мы сможем делать с вами намного больше. Спасибо вам большое. И давайте вернемся к видео. Прежде всего я вам хочу сказать, что я, несмотря на то, что я еврей с Кавказа, я ненавижу торговаться. С детства весь вот этот процесс вызывает у меня неимоверное отвращение. Все мои родственники надо мной всегда смеялись, говорили, если ты не будешь торговаться, ты не построишь никакой бизнес и вообще не будешь успешной. Ни в чем. Тебе нужно научиться торговаться. А я ненавижу вот это вот, знаете, часовые гуляния по рынку, по базару и выцарапывания вот эти вот. Я просто терпеть не мог. Все, мама, папа, родственники, дяди, тети, бабушки, дедушки, все приходили. Платье стоило 10 тысяч рублей, 5 тысяч. Нет. И вот так вот по 100 магазинов проходили, но выторговывали. Выдирали просто. С глоткой вот так выцарапывали. Я это ненавижу. Терпеть не могу. Но здесь, в Америке, я понимаю, что это необходимо делать. Потому что в России люди от себестоимости немножко хотят заработать себе, хотя бы хоть как-то себя прокормить. И понимаете, вот чем жестче рамки, тем жестче торги. А здесь рамки не жесткие вообще по сравнению с Россией. Потому что здесь люди от себестоимости пытаются заработать себе столько, чтобы им на несколько лет вперед хватило. И даже не стесняются этого ни капли. Поэтому с ними торговаться в принципе невозможно. Они не понимают, что так можно делать. Для них это, знаете, как такое вот неписанное нелегальное дело. То есть нельзя срубать цену, которую я поставил. Тебе что-то не нравится? Иди дальше. И я насколько понимаю, что если находится человек, который постоянно торгуется, то его можно как-то к ответственности здесь привлечь. Но это долгий разговор. И видео вообще не об этом. Для того, чтобы у вас была возможность нормально так срубить цену, в первую очередь вам нужно ждать. Да. То есть, когда вы хотите купить себе машину, вы не за месяц, два и даже три себе начинаете ее искать, а за год с чем-то. Потому что, чтобы понять, какие в Америке месяцы для автомобилей, для продажи автомобиль, тяжелые, сложные, вам нужно как следует к этому присмотреться. И да, может быть, это я такой медленный, и вы можете это сделать быстрее, но я говорю о себе. Мне нужен год для того, чтобы понять, в какие месяцы дилерские центры испытывают радикальные проблемы с продажей машин, чтобы я мог прийти, и они мне даже особо ничего не могли сказать. Понимаете? Это первое. Второе. Когда вы нашли этот месяц, я вам очень рекомендую просто позвонить сначала. Позвонить. И узнать, какие у них там цены. Сказать, какой у вас бюджет. Для того, чтобы они хоть как-то подготовились к вам. Потому что, если вы, скажем, грубо говоря, на сухую придете в автосалон и начнете зарубать свою цену в два раза ниже, чем машина стоит, то можно нарваться, короче. Могу вам сказать так. То, что вы машину не получите, это понятное дело. А то, что из-за этого могут возникнуть проблемы, это вообще для нас с вами, конечно, это вообще тупо. Какие проблемы от этого должны возникать? А это Америка. И они здесь возникнут. И второе. Это обязательно. Прямо обязательно. Причем это... Если это у вас будет, вот вся Америка будет у вас на колени вставать и просить, чтобы вы у них хоть что-то купили. Это ваша кредитная история. здесь, в Америке, кредитная история это все. Это у нас там в советских странах, да, ой, кредит, не дай бог, я в ваши игры не играю и так далее. А здесь кредит это вся жизнь, ребята. Если у вас хорошая кредитная история, богатая кредитная история, длинная, вы можете здесь этими деньгами так вертеть и крутить, что вот реально иногда вот сидишь вот и понимаешь вот как вот почему про Америку говорят, что вот они все в кредитах, а они вот так хорошо живут. Неужели они просто все эти беды, все вот эти вот не знаю, вот эти вот все подводные камни, они просто так хорошо скрывают, просто хотят показать. Вот мы американцы, мы у нас все есть, вот это у вас там беднота. Никому ничего не надо доказывать. Просто в Америке экономика построена настолько гениально, что когда ты начинаешь грамотно использовать кредитные возможности, ты с нуля сам, без богатых папочек и мамочек, родственников и друзей поднимаешься и становишься миллионером. Здесь даже быть миллионером в Америке это вообще не достижение. Это можно сказать тот самый средний класс. Вот и все. Да, конечно, инфляция сейчас абсолютно не та, что в 90-е, но, блин, поймите, миллион долларов в год это все еще очень хорошие деньги. Даже полмиллиона долларов в год в самом дорогом штате здесь можно очень хорошо жить с шестью, с восьми, с десятью детьми. Еще и родственникам своим помогать. Надо просто знать, как это делать. Вот и все. Вот, и к чему я это все клоню? Когда просто банк видит, что у вас очень хороший, у вас очень хороший скор, скор, для тех, кто до сих пор не знает, кредит скор, это кредитные очки. Ну, как в игре. То есть, вы играете, играете, у вас копятся баллы. Так же и здесь. Если вы постоянно покупаете и платите вовремя свою кредитку, то у вас повышается кредит скор. На это, кстати, можно сделать отдельное видео. Я знаю, что на ютюбе очень многие блогеры приглашают кредитных специалистов в Америке, и они все вот так вот по полочкам разжевывают. Если вдруг вы хотите, я сниму такое же видео, напишите об этом в комментариях. Это займет время. Но я для вас сниму такое видео. И когда у вас просто все настолько шикарно, в первую очередь, что самое главное, вас ничего не волнует. То есть, у вас нету такой прям мега большой потребности в каком-то товаре. Вы знаете, что за вами будут бегать. Потому что вы золотой клиент. На таких, как вы, охотятся особенно в тяжелые месяцы торговли. Особенно. Если у вас 800 кредитскор и выше, если у вас это более чем в течение трех лет, поверьте мне, без хорошей сделки с автосалона, с телефонного магазина, с мебельного, откуда угодно, вы не выйдете. и в Америке это самый грамотный способ скосить цену. По-другому, вот даже не думайте, я как только не пытался, если хотите, это просто очень долгие истории, я вам их расскажу в следующих видео, вы напишите в комментариях. Я кучу разных советских методов предпринял, чтобы здесь как-то скосить цену, вплоть до того, что приходил и пытался, не срубал, а пытался срубить половину. Вот у меня бывало такое, я прям в жесткой форме, ну, не в ругане, а именно в жесткой форме, приходил в автосалон за машиной и говорю, значит, смотрите, у меня залог я никакой не оставляю, ноль, мне нужна машина за 250 долларов в месяц в аренду, ну, здесь называется Лиз. Чтобы вы понимали, сегодня, в 2023 году, если вы хотите самую простую и удобную машину по типу Toyota Prius, Honda Civic, гибрид, это считается дешевые машины и надежные. Если вы хотите их иметь, у вас при кредит скор 800 и при длинной кредитной истории вовремя выплаченных платежах, в общем, скажем, у вас вот все идеально, вы отработали свою кредитную историю на 110, на 1000%, вот у вас все отлично и при этом еще официальный доход высокий, и вы экономно живете, очень хорошо считаете свои траты, у вас все прекрасно, все идеально, даже даже в этом случае вы обязаны оставить 3,5 тысячи долларов, что где-то чуть больше, ну или даже не чуть больше, а именно 10% от стоимости там Toyota Prius новой, Hyundai Elantra, что там еще, Honda Civic, если правда цены не упали, у меня на памяти остались 30-33 тысячи без налогов, то есть до налогообложения, вот обязаны принести 3 тысячи долларов, 3 тысячи точно, и у вас будет где-то 350-400 долларов в месяц, это шикарнейшие условия, даже сказочные, просто чтобы вы понимали, я вот 5 лет назад в Лос-Анджелес переехал, тогда вот было вот то же самое, но вот в два раза меньше, то есть полторы тысячи вот этот даунпеймент, и не 350-400 в месяц, а 230-280 долларов в месяц, это были шикарные условия, 5 лет назад, когда я переехал, я пришел в автосолон и сказал, я вам ничего не дам, вот мне нужно 200 долларов в месяц, новая машина в Лис, в аренду, меня везде отшили, но в хорошем, по-хорошему все-таки в одном месте это сработало, я действительно не дал ни копейки даунпеймент, и мне дали Ниссан Центра 2017 года, новый в аренду за 290 долларов в месяц, то есть да, были такие плюсы, но тогда было другое время, и я практически уверен, что я просто попал в такой салон, где просто уже нужно было избавиться от машин, ну, Витя уже ненароком одну историю все-таки рассказал, в общем, на этом все, давайте подытожим, что нужно сделать для успешной срубки сохранения своих денег, во-первых, нужно заморочиться как следует и отыскать салон, который испытывает трудности, в какой месяц он испытывает эти трудности, таких салонов нужно отыскать как можно больше, быть готовым поехать очень далеко, потому что возможно салон будет находиться чуть ли не в 100 милях от вашего дома, позвонить обязательно до того, как ехать, обязательно позвонить, я вот прям максимально рекомендую 15-20 автосалонов обязательно нужно обзвонить, сказать им свои условия, оставить свои данные, заполнить заявку, очень желательно, чтобы они заранее просчитали хотя бы приблизительные платежи, не бойтесь за свои данные, это у них там есть конфиденциальная информация, заполнить в любом случае надо будет, потому что вы можете сказать одно, а на самом деле кредитная история у вас совсем другая, кредит скоро у вас ниже, чем вы сказали, и уже они ничего не могут сделать, поэтому говорите все как есть, иметь обязательно идеальную кредитную историю, это очень сложно, но возможно, и вот после того, как вы все, вот это вот вышеизложенное сделали, отправляться спокойно за машиной, не спеша, и тогда у вас есть очень хорошая возможность хорошенько снизить цену, и то не факт, просто чтобы вы понимали, на этом все, я надеюсь видео было полезно, ставьте палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и до скорых встреч, друзья,